На самом деле ситуация на дорогах нашей области на сегодняшний момент говорит о том, что проведение такого эксперимента просто необходимо. На территории нашей области с участием пешеходов только в октябре-ноябре месяце зарегистрировано 29 дорожных аварий, в результате которых 7 человек погибли и 24 получили травмы различной степени тяжести. Поэтому акции эксперимента областной госавтоинспекции с использованием манекена, лежащего на обочине, мера вынужденная. Цель – мониторинг человеческой внимательности и сострадания. И равнодушие. Первым на нестандартную дорожную ситуацию среагировали водитель маршрутки номер 7 и буса, принадлежащего одному из городских предприятий. К этому времени манекен пролежал на обочине больше 12 минут. Видел пешехода сбитого, я так предположил, поэтому остановился. А вам, как водителю, часто приходилось сталкиваться или первый раз? Ну, как бы первый раз. А ваши действия, что бы вы делали дальше? Ну, звонил бы скорую, наверное, побежал бы к нему смотреть, что с ним, как живой, не живой. Скоро звонил бы, мне кажется, уже звонил бы сейчас. Останавливаться, телефон, а дальше уже соответствующие службы разберутся, ну и при возможности оказать первую медицинскую помощь. За час с небольшим наблюдением за транспортным потоком остановились порядка 15 автомобилей. Из них почти половина – водители, женщины. Отрадно, что представительница прекрасного пола не испугала возможность угодить на роль свидетеля. Помощь человеку, сбитому или в состоянии алкогольного опьянения, для них оказалась превыше личного времени. К тому же каждый из остановившихся водителей четко понимал алгоритм действий в чрезвычайной ситуации. Так человек же лежит на дороге. Вы что? Надо же спасать? А вдруг? А может плохо стало? Это же не обязательно, что выпившие или что-нибудь. Ну, человеческая, наверное, такая как неравнодушность. Стало ли человеку плохо, может быть? Что-то случилось? Кто-то сбил, уехал. А какие ваши дальнейшие действия были? Ну, знаю, помощь какую-то оказывать, милицию, вызывать скорую. Вижу, что милиция, все, ну, просто лежит человек реально. Ну, конечно, ну как? А если бы это был реальный человек, ваши первые действия? Вот вы подошли этот человек? Ну, что, вызывать милицию, скорую, все, конечно, помогать надо, конечно же. Итог достаточно жесткого, но столь нужного эксперимента неоднозначен. За время проведения акции ГАИ на линию 102 поступило только три звонка. Очевидцы сообщили, что в районе, где проводился эксперимент, сбили человека. Лично среагировали порядка двух десятков водителей. Видели на обочине лежащего человека, как бы, и поэтому остановились, подумали, может, нужно оказать помощь ему. Специально развернулся, потому что переживаю за человеческую жизнь, потому что реально, тем более, тут же местность не особо освещенная. Поэтому, как бы, не безразличен к судьбам наших коллег, да, и граждан. Вместе с тем, больше сотни машин проехали мимо. К слову, и правила дорожного движения, и Уголовный кодекс трактуют такое поведение, как оставление в опасной ситуации. А за нарушением следует наказание. Вместе с тем, за два с половиной месяца с участием пешеходов произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. Только по вине пешеходов зарегистрировано 9 дорожных аварий, 6 человек в этих авариях погибли, и 4 человека лежали на проезжей части, и, к сожалению, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Дело в том, что, как показывает практика, данные лица лежали не минуту и не две на проезжей части, и многие граждане видели, что человек находится на дороге, либо вблизи дороги, либо ходит около дороги, и не реагирует на данные факты, не сообщает на телефон 102 о том, что человек находится на дороге, пускай даже в алкогольном опьянении, для того, чтобы сотрудники органов внутренних дел выехали, и изъяли человека для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Ирина Альшова, Павел Малышнов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.